В этом году увеличат число камер, которые будут следить за учениками во время ЕГЭ. Цель таких мер, по словам премьер-министра, сделать процесс еще более открытым и избежать нарушений, особенно списывания с мобильных телефонов. Надо, чтобы эта система, тем не менее, работала все более эффективно, максимально эффективно, и поэтому она должна совершенствоваться. Мы этим занимаемся, с учетом полученного за эти годы опыта. Практически каждый год появляются какие-то новеллы, какие-то, может быть, не вполне адекватные моменты проведения экзамена. Отметаются, меняются. На Кубани в этом году сдавать единый госэкзамен будут почти 23 тысячи человек. Испытания начнутся в мае, но уже сегодня в крае вся система готова принимать ЕГЭ, доложил на совещание Александр Ткачев. Увеличилось количество кабинетов, в которых установлены камеры, и откуда можно будет смотреть онлайн-трансляцию экзаменов. В зоне особого внимания работа по повышению объективности проведения экзаменов. Сегодня это очень актуально. В текущем году 80% пунктов проведения экзаменов будут оснащены системами онлайн-видео-трансляции при участии, надо сказать, Ростелекома. Установка уже ведется активно. На эти цели выделено из краевого бюджета 20 миллионов рублей. Это помимо тех 50, которые запланированы на проведение всей итоговой аттестации. В этом году также изменится схема общественного контроля за ходом ЕГЭ. На базе Министерства образования и науки Казанского края будет развернут сенсионный центр, где общественность сможет наблюдать за ходом ЕГЭ в онлайн-режиме. Стать общественным наблюдателем на ЕГЭ в Краснодарском крае сможет любой человек. Главное, чтобы он не был родственником школьника, сдающего экзамен. Заявки подаются в Управление образования на местах. Ожидается, что таких наблюдателей будет не меньше 2,5 тысяч. Чтобы подобные нововведения не давили на школьников, перед экзаменом в крае круглый год работают психологи, открыты горячие линии. За консультацией могут обратиться как сами ребята, так и их родители. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.